Здравствуйте! Полноприводные автомобили всегда пользовались и будут пользоваться в России большой популярностью. Причины в наших дорогах, они далеко не идеальные. Поэтому сегодня в наших тестах мы поговорим об автомобилях Subaru. Обновление Subaru Impreza произошло довольно давно, но вот версия седан почему-то появилась совсем недавно. Но на самом деле все на поверхности. Subaru решила завоевать Европу, и поэтому обновленные машины появились исключительно в версии хэтчбэк. Но маркетологи ошиблись во многих странах, в том числе и в России, предпочитают все-таки седаны. Поэтому сегодня мы начнем рассказ об этом автомобиле именно с этого новенького багажника. По вот этому антикрылу и двум трубам, вы не ошибетесь, это комплектация Sport. Немножко другой обвес, ну и кое-что добавили внутри, что именно сейчас посмотрим. Багажник открывается вот с такой кнопочки. И когда вы открываете этот самый багажник, конечно, хочется расстроиться. Я напомню, машина стоит примерно 900 тысяч рублей. Но вот то, что мы обнаруживаем внутри, я имею в виду вот эту вот подкладочку, сделано в лучших традициях, наверное, советского автопрома. Да что там говорить, в наших девятках и то было сделано намного более качественно. Посмотрите еще на одну деталь. Вот эти самые дуги, это не что иное, как довольно старая система открывания багажника. Если мы прикроем багажник и посмотрим вниз, то сразу же увидим, сколько полезного пространства они здесь съедают. Багажник огромным тоже не назовешь, хотя этому есть оправдание. Если мы поднимем вот такую фальш-панель и закрепим на специальный крючок, то сразу видим, что здесь у нас внизу, во-первых, располагается такой пенопласт, где помещаются инструменты, а дальше полноразмерное запасное колесо. Понятно, что для наших дорог это очень-очень важно. В Европе идет докатка, поэтому пол гораздо ниже, соответственно, объем багажника существенно больше. Ну что ж, с багажником все ясно, мы к нему вернемся еще чуть позже. Когда обновленная машина только появилась, хлынула волна критики, что, дескать, сделали с внешним видом. Действительно, фирменных субаровских черт осталось очень и очень немного. Честно говоря, когда мы готовились к тесту, тоже готовились к тому, чтобы сказать свое слово по поводу нового дизайна. Однако у нас, нам попалась машина в версии спорт, более спортивный обвес и накладки на пороги. И спойлер все-таки гармонизирует Subaru с тем духом и с тем имиджем, который есть у этого автомобиля. Поэтому внешне, в принципе, выглядит он гораздо лучше, чем в стандартной версии. Хотя, когда обычно говорят о Subaru, все-таки имеют в виду практичность этого автомобиля, а не какие-то эстетические свойства. Ну, например, посмотрите, под щеточками на лобовом стекле есть такие элементы подогрева. То есть, зимой эти щетки не придется вам отдирать с мясом от стекла. Вы спокойно включаете подогрев, и они работают. Вот вам еще одна деталь появились. Рамки на дверях раньше автомобиля Subaru шиковали отсутствием вот этих самых рамок. И если здесь присмотреться, осталась вот такая ручка на обшивке. Дверь надо было за что-то закрывать, чтобы это не делало за стекло, закрывали именно вот за эту часть. Теперь рамки, как у всех остальных автомобилей. Ключик системы свободной руки можно сразу бросить в подстаканник или же оставить в кармане. Машина запускается с кнопки, которая находится слева от руля. При этом нужно обязательно, конечно же, нажать на педаль тормоза, иначе двигатель не запустится. Кстати, очень удобно. Вероятно, если бы не вот эта особенность, можно было бы заводить машину и стоя снаружи. Например, зимой для прогрева. Посадка здесь по-спортивному низкая. Впрочем, вот эти вот матерчатые ковши без опознавательных знаков. Нет никакой маркировки, лейблов, шильдиков. Регулируется по высоте, вперед-назад. Но, например, подогнать под себя поясницу, отрегулировать валик, как в других автомобилях, здесь нельзя. В принципе, сиденье довольно удобное. Но посмотрим по ходу нашего теста. Когда говорят о Subaru, очень много слышно похвал в честь эргономики этого автомобиля. Дескать, все продумано, все под рукой. Посмотрим по ходу теста. На первый взгляд, все действительно так. И если бы владельцы в салоне заглянули еще в автомобиль под названием Forester, они бы с трудом нашли 10 отличий салона Impreza от салона Forester. Действительно, у Subaru здесь все унифицировано. Но может возникнуть и несколько поводов для расстройства. Достаточно постучать по торпеде. Пластик тут весьма и весьма жесткий. А надо напомнить, что эта машина по стоимости далеко не Ford Focus, где панель очень и очень мягкая. В принципе, пластик это беда всех японцев. Что еще из комфорта? Имеется вот такая шикарная полочка для телефона. Она с синей подсветкой. Но если вы сюда что-то кладете, то хорошо видно. Кроме подстаканников есть подогрев сидений. Небольшой подлокотник, где находится вход миниджек и еще один прикуриватель, куда можно поставить на подзарядку все тот же мобильник. Изменилась форма вот этих вот ручек. На предыдущих модификациях этой же машины и того же Forester здесь немного другой шаг вот этих вот самых шестереночек. Здесь вроде как более приятно на ощупь. В остальном автомобиль достаточно пустой. Не побоюсь этого слова. Тот же бортовой компьютер, который вроде как имеется, на самом деле выдает вам данные только температуру за бортом. Мгновенный расход топлива и показывает время. Больше там никаких возможностей нет. Итак, Subaru Impreza в модификации Sport. Двухлитровый мотор мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом в 196 ньютон-метров способен разогнать машину за 9,6 секунд. Расход топлива этого автомобиля 11 литров в городе, менее 7 за городом. Легкий налет негатива уходит сразу на второй план после того, как вы начинаете двигаться на этом автомобиле. Ощущение совершенно невероятное. Дело в том, что машина словно прилипает к дороге и идет в прямом смысле как по рельсам. Возможно, это заслуга именно симметричного полного привода. Дело в том, что есть аналоги автомобиля, которые также хорошо держат дорогу с изумительно настроенной подвеской. Но там этот результат достигнут совершенно другим путем. Фирменный симметричный полный привод уже много лет является визитной карточкой автомобилей Subaru. Благодаря ему автомобили этой марки имеют низкий центр тяжести и, как следствие, отменную управляемость. Благодаря полному приводу автомобиль срывается с места практически мгновенно. Недаром во всех соревнованиях на ускорение таким автомобилям накидывают приличный коэффициент. Кстати, Subaru довольно часто становится прототипами для постройки дрэг-монстров. Двухлитровый мотор довольно шустрый, но картину слегка портит автомат. Как и на большинстве автомобилей, это устройство весьма задумчивое. После того, как вы нажимаете на петаль газа, проходит некоторое время. И только после этого начинают повышаться обороты. Прежде чем переключиться на следующую передачу, мотор крутится примерно до 6000. После этого срабатывает автомат. Беда еще в том, что здесь стоит четырехступенчатая автоматическая коробка. Поэтому особо не разгуляешься. И, кроме того, это значительно отражается на расходе топлива. Если такое положение дело вас не устраивает, просто переводите с электр в положение ручного переключения передач. И здесь уже можно переключаться гораздо динамичнее и быстрее. Рулевое управление этого автомобиля нельзя назвать очень острым. Но для такого псевдо-спортивного автомобиля это не требуется. К тому же здесь при столь идеальном балансе работать энергично рулем просто нет никакой необходимости. Вам достаточно своевременно указывать направление движения, и автомобиль мгновенно совершает тот или иной маневр. При этом вы не чувствуете никаких перегрузок и боковых кренов. Все происходит, словно вы сидите за рулем гоночного симулятора. Вот она, главная прелесть Subaru. То, чего практически не встретишь в других автомобилях. По крайней мере, такого сегмента и такого ценового диапазона. В ходе нашего теста сплыла еще одна непонятная для нас вещь. Например, в автомобиле имеется управление зеркалами, кнопочка для складывания зеркал. Но почему-то все эти кнопки совершенно отказываются светиться в темноте. То есть в темное время суток вы будете искать кнопку управления зеркалами фактически на ощупь, потому что их не видно. Находятся они где-то внизу под рулем. В общем, придется очень здорово потрудиться, чтобы что-то там обнаружить и сложить зеркала. Если вы считаете комфортный, практичный, но недорогой автомобиль, Impreza вариант не для вас. Этот автомобиль для тех, кто разбирается. И поскольку теперь у поклонников марки появились варианты, мы все-таки решили выяснить, что предпочтительнее – седан или хэтчбэк. Для этого я попросил своего коллегу Илья Гуревича взять какой-нибудь хэтч. А вот, кстати, и он. Посмотрите, парень даже перестарался и взял заряженную версию WRX. Ну, по сценарию мы договаривались, что Илья возьмет что-то для того, чтобы могли промерить багажники. Что у тебя там? А как говорит реклама Subaru, велосипед влазит в хэтчбэк вертикально. Но, к сожалению, нам удалось засунуть его лишь таким образом. А в чем проблема? То есть вот так вертикально, как нарисовано на картинке, он просто не встает? Он просто не вмещается в заднее колесо, упирается в кромку багажника и из-за того, что высокий пол, не позволяет сделать того, что они успешно нарисовали в буклете. То есть получается, хэтчбэк не настолько практичен, как об этом и говорят все вокруг? Наверное. Но интересно узнать, что у тебя там в седане. Ну что ж, попробуем сейчас вскорячить этот велик в мой седан. Посмотрим, понадобится ли для этого его вот так вот разбирать по частям. Ну что ж, дорогие телезрители, что и требовалось доказать. Где практичность ваших хэтчбэков? В седан велосипед влезает ничуть не хуже, чем к тебе. И более того, мне кажется, сюда влезет два велика. Да, наверное, сюда войдет два, но надо учитывать, что погрузочная высота хэтчбэка намного выше, чем у седана. С другой стороны, здесь намного больше места в длину. Все-таки хэтчбэк и седан получаются в этом. Что касается именно пространства для погрузки, они примерно равны? Судя по всему, объем багажника седана больше по цифрам, но реального преимущества я лично не увидел. Тем более, мне нравится внешне больше все-таки хэтчбэк. Давайте посмотрим, чем же он лучше внешне. Пожалуйста, седан. Да, фары, конечно, без светодиодов, зато у меня целых две трубы. Если говорить о спортивном облике, то даже твоя заряженная версия с более мощным турбирным мотором смотрится более бледно по сравнению с этим двухлитровым седанчиком. В целом, интерьер импреза в модификации WRX ничем не отличается от обычной версии. Единственная разница – это комбинация приборов. Если там, по центру расположен спидометр, то сюда инженеры компании Subaru предпочли установить тахометр. Наверное, с таким мотором большую роль играют обороты, нежели скорость. Subaru Impreza в модификации WRX. Объем мотора 2,5 литра, мощность 230 лошадиных сил, крутящий момент 320 ньютон-метров. Разгоняется до сотни этот автомобиль за 5,8 секунды. Расход топлива в городе составляет 14,3, за городом 8,2 литра. В действии Subaru Impreza очень радует. Турбированный мотор 2,5 литра позволяет разгоняться автомобилю за 5,8 секунды. Естественно, в реальной жизни за такой период времени разогнаться, наверное, нереально, да и смысла нет. Но, тем не менее, тяги хватает на любой передаче. Единственное, что портит ощущение от автомобиля в езде – это коробка. Мало того, что передачи втыкаются нечетко, сцепление тугое, и из-за этого складывается ощущение, что переключаться быстро не получается. В плане ездового комфорта тут все в порядке, не хватает, пожалуй, только поясничного подбора для дальних путешествий. Надо заметить, что машина потребляет довольно много топлива. Если сами производители заявляют, что в смешанном цикле WRX ест 10,4 литра на 100 километров пути, то на деле получается 15, не меньше. И это если учитывать, что баг 60 литров, то запас хода всего 400 километров. Но, к сожалению, из салона я не могу посмотреть запас хода, потому что портового компьютера, по сути, нет. Все же принципиальной разницы между хэтчбэком и седаном мы так и не нашли. Выбор типа кузова – дело вкуса. По-прежнему прямых конкурентов у этой машины, по большому счету, нет. В этом сегменте «Импреза» – единственный автомобиль, который предлагает настоящий полный привод и оппозитный мотор. Стоит сказать, что не так давно появился автомобиль со сходной идеологией. Это полноприводный Mitsubishi Lancer 10-го поколения, который заметно дешевле «Импреза» обладает сходными характеристиками и оснащением. Провести их очную ставку и узнать, кто из них лучше на деле, мы постараемся в ближайшее время. Продолжение следует...